Достала только что с подвала кормовую свеклу. Вот такая у нас громадина. Килограмма по три сейчас дам курам. Естественно, взрослым и моим маленьким маме рукашкам. Ну и может быть разрежу. Очень полезная вещь, ребята. Выращивается легко, неприхотливо. Главное только, чтобы у неё была хорошая схожесть. Я семизнами запаслась. И свои вырастила, и на всякий случай купила. Посмотрите, какая она на срезе. Видите? Кремовая. Вот это вот самая настоящая кормовая свекла. Очень полезно. Повышает яйценоскость у кур. Прямо значительно. Дала свеклы амируканам. Хорошие куры. То, что на голове, нет перьев. Я согласна, это петух выдирает. А так всё хорошо. Линяют. Весну почуяли. Потепление. Опять вот потепление у нас сейчас. Идут дожди. Пожалуйста. Минус 30 было. А сейчас плюс 2 градуса. И идёт дождь. А вот как они едят свеклу. Забыла взять подсветку. Посмотрите. Видите? Ты мой зайка. Хороший мальчик. Хороший. Хороший. Вот. Везде. Очень хорошо несутся вот эти вот тёмные грисбары. Каждый день курятся в гнезде. Не знаю, конечно. Ну, естественно, будет у них перерыв. Ну, а так, ребята, ну, каждый день куры у меня в гнезде. Я ими очень довольна. По крайней мере, я их оставлю ещё и на следующий год, если они будут нестись. Всем доброе утро. Собрала немножко яиц. Принесла с сарая. Сейчас вам покажу. У нас мороз минус 20. Но в курятнике прям неплохо. Единственное, я у Миру Канов не стала забирать яйцо. Сидит моя девочка. А грисбары уже мне нанесли полные кармашки. Так, вот за утро 7 штук. Это сегодня. Вчера не успела даже выложить. С утра 2 яйца, потому что кормила очень рано. И вот такое ведёрочко. Если вам интересно, я сейчас быстро выложу и покажу, сколько я собрала за вчерашний день. Сразу прошу прощения за вид своего яйца. Но так как меня вчера не было целый день, да мы приехали только в 6 часов вечера, В обед, конечно же, некому было стелить им чистую соломку в гнёзда. Посмотрите, яйцо. Ну, грязное, ну что говорить. Ну, зато яйца 28 штук. Так, это вот сегодня. А позавчера 29 штук. Вот такие дела, ребята. Вот так сказывается кормление кормовой свеклой на яйценоскости кур. И, по-моему, неплохо сказывается. Яйцо крупное. Вот, смотрите, уже прошло несколько дней после того, как я давала свеклу. А яйцо крупное. Вот, посмотрите. То, что крупное, а огромное. А это вот яйцо моей помясной курицы. Видите? Вот она вот такие яйца несёт. Вот такие, видите? У неё одно и такое яйцо. Красивое, огромное. Хотя курочка, не скажу, что очень большая. Сейчас 10 часов утра. Пришла к курам. Потом обновила сено. И решила забрать яйцо. У нас сегодня был мороз опять. Минус 21 градус. Но пока не теплеет. Минус 19. Вот, видите? Сидят на подстилочке. Чистенько, тепло. Моя красоточка. Ты моя красоточка. Так, кто у нас сидит на гнезде? Это вот помясная курица. Папа Адлерский петух. Мама Кученко. Это гризбар первого поколения. Видите, у неё такой... Она вся чёрная. А ожерелье оранжевое. Здесь у нас тоже сидит курица гризбар первого поколения. Но чёрная, как смоль, аж с синим отливом. Здесь пока у нас никто не сидит. Гнездо чистые. Так. А самое интересное, что я хотела снять, ребята, это вот эту курицу. Это вот гризбар первого поколения. Но второй выводок. Посмотрите на её гребешок. Блеклый. Я почему-то думала, она не несётся. А вот только что забрала у неё яйцо. Ну, посиди, посиди. Снесла, а теперь, видимо, хочет посидеть. Видите, как хорошо и как нужно наблюдать за своими питомцами. Супчик. Думала, не несётся. Гребешок маленький. И мочки какие-то блеклые. А она снесла мне яйцо. Сейчас я вам покажу. Я бы не утверждала, что она, именно она снесла. Но зашла и видела, как она, скажем так, тужилась и снесла яйцо. Вот такое яйцо. Горячее. Неплохого размера. Знаете, вот всё-таки полезно наблюдать за курами. Да? Вскочила? Не бойся, девочка. Вышла из гнезда. Я её спугнула. Ну, ты уже своё дело сделала. Молодец. Так. Ты, уголёчек. Уголёчек мой. Уголёчек. Уголёчек. Ты хорошая. Думала сегодня снять теплицу. Вам видео показать этих курочек поближе. Но там очень холодно. Ты моя зая. Посмотрите, какое у неё перо. А это вот мальчишки. Оббрили их под панк. Да? Ты моя хорошая. Хорошая такая девочка. Ой, ты моя лапочка. Ну, вот что делать, а? Такая хорошая курица. Большая. Вы видели, что этих вот тёмненьких курочек можно спокойно погладить. Но в гнездо лучше к ним руку не совать. Не нравится им, когда их беспокоишь в гнезде. Поэтому видела, что тоже снеслась. Но не хочу ей беспокоить. Пусть она посидит. Да? Ну, посиди, моя голубушка. Что ещё хочу сказать. Шторки очень помогли отучить кур от расклёвания яиц. В этом сезоне, видите, я их уже поднимаю, чтобы им было теплей. Но ни одного расклёванного яйца нет. Ни одна курица сейчас этим не шалит. Ну, смысл не вижу их снимать. Пусть они немножечко уже и запылённые. Пусть повисят. На всякий случай. Молодняк-то у меня всё равно будет. Зашла на минуточку к Амирукану. Здесь у меня сидят девчонки. И одна курочка в очереди. Видите? Не буду их беспокоить. Линяет очень сильно, но несётся. Да, чудо моё в перьях. Чудо моё красивое. Чудо моё бородатое, да? Вот снимаю вам эту курицу. У которой вот только что забрала яйцо. Посмотрите на неё. Ноги жёлтые. Гребешок, конечно, бы тебя подвёл, милая моя. Уходила бы ты в суп, если б я не увидела, что ты несёшься. Вот так, ребята. Бывают, наверное, в жизни и такие исключения. Абсолютно бледный гребешок. Она, вот видите, её сестричка. Не сказать, что у неё тоже яркий гребень. Ну, очень тяжёлые куры. Очень тяжёлые. И тело у них такое, знаете, сбито-кубоватое. Вот берёшь в руки, прям чувствуется вес хороший. И вот ещё одну нашла. То есть все вот такие белые куры, у меня их, наверное, штук пять, имеют вот такой бледный окрас мочек и гребешка. Я пока с вами поговорила, курочка Грисбар снесла яйцо. Но не буду забирать. Пусть она посидит, если хочет. Я приду попозже. Тоже красивое яйцо. Вот, смотрите, на эту красавицу, а. Ну, разве она не красавица, а, ребята? Вот сколько ей уже лет, а она всё несётся и в хорошей форме. Чистенькая. Да. Только немножечко, уже гребешок не такой яркий, как летом. Это ничего страшного. Молодец, молодец. И вторая курочка Грисбар снесла яйцо. Вот, посмотрите. Я дам тебе возможность посидеть. Умничка. Молодец. Хорошее яйцо. Ребята, несутся. Вот, каждый день забираю яйцо и каждый день вижу этих кур в низде. Их у меня не так много. Поэтому я их узнаю в лицо. Не знаю, какая цикличность у них будет в яйцекладке. Время покажет. Пока довольна. А это вот я вам говорила, что мои куры очень любят отдыхать на тёплой подстилке. На чистом сене. Притихли. Сыты. Идёт тепло. Кое-кто вот работает, ковыряется. Но когда наступаешь на подстилку, она буквально под тобой проваливается. Вот такое ощущение, что вы по мху ходите. Дышит она. Дышит. Идёт оттуда тепло. Отнесла яйца соседке. Заказывала она мне. И теперь показываю, как я проращиваю пшеницу. Вот видите, этому зерну сутки. Вот оно только, скажем так, набухло. И кое-где видны, видите, проклёвывается зёрнышко. А сейчас я вам покажу зерно, которому 2 дня. А в этом ведре зерно, которому 2 дня. Вот посмотрите. Уже заметны хорошо корешки. Но если вот вы проращиваете и чувствуете, что какое-то суховатое зерно, буквально, ну немножко воды капните и хорошо перемешайте. А сейчас я вам показываю то зерно, которое несколько дней назад я снимала. Посмотрите, какое оно. Плёнка уже убрана дня как два. Видите, неплохо прям. С этой стороны у меня батарея. С этой стороны окно. Поэтому растёт оно неравномерно. Поливаю. Не то что каждое утро, а прям в течение дня несколько раз. И меняю местами. То есть переворачиваю ящик. Здесь, видите, какая зелень. Сюда попало больше солнышка. Здесь меньше стояло у окна. И вот так я его переворачиваю. Все ящики. Вот так. Жду, пока вырастет зелень повыше. Потому что кур у меня много. Буду скармливать по ящику. А в эти ящики буду засыпать пророщенное зерно. Ну всё, ребята. Всем удачи. Всем всего самого доброго. До свидания.